Село Суклея, детский сад Колосок. Всего через год на этом самом месте будет стоять трехэтажное здание, а пока рабочие готовятся заливать фундамент. После завершения строительства дошкольное учреждение примет около 200 малышей. Этого вполне достаточно для жителей села, отметили на выездном совещании. Более того, Татьяна Туранская подчеркнула, за последние 20 лет впервые в республике строятся объекты социального назначения, а не коммерческого. Со стороны правительства мы оказываем и впредь будем оказывать всяческую поддержку, оказывать полное взаимодействие, для того, чтобы процесс строительных работ в оговоренные сроки был выполнен. И при этом будем минимизировать любые бюрократические механизмы. А это уже готовый фундамент Молдавского лицея. Здесь рабочие собирают из арматур каркас для будущих стен. Согласно планам, в здании разместят две ясельные группы. В них будут воспитываться около 150 детей. Главное, отметили на площадке, строительные работы выполняют и местные специалисты. Сейчас люди, которые работают в России, местные жители, они потихонечку начинают доверять этой информации, возвращаться. И постепенно уже появляются здесь, понимая, что экономика даже может быть при чуть-чуть большей зарплате труда в России, но при условии того, что ты живешь дома, совершенно другой экономический эффект. Завершающим объектом в сегодняшнем объезде стал центр матери и ребенка. По словам строителей, с начала работ 3 сентября здесь уже заканчивают поднимать стены цокольного этажа. Мы просмотрели, собственно, само строительство. Было, конечно, немало сложностей, как и везде при стройках. Но главное то, что подрядчики находят прямой контакт и понимание в правительстве Приднестровья и ведут активнейшую работу. И любые сложные задачи, которые стоят на пути строительства, они решаются. Сегодня в рамках евразийской интеграции в республике реализуются 12 социальных объектов. По словам Татьяны Туранской, уже ведутся переговоры по второй очереди. В нее войдут программы, рассчитанные на улучшение экономики республики. Александр Кожухарь, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал.